На минувшей неделе во всех школах нашего города проходил муниципальный фестиваль педагогических идей «Инновационный поиск-2015». В рамках него прошли мастер-классы, открытые уроки и внеклассные мероприятия по различным секциям. Подробности в материале Надежды Неткачевой и Александра Косицына. В фестивале приняли участие более ста педагогов Славянского района, чей стаж работы не превышает пяти лет. Его основной целью стало объединение молодых педагогов для решения актуальных вопросов их профессиональной деятельности, развития творческого и профессионального потенциала учителей района. Сегодня в Славянском районе проходит районное методическое объединение учителей-предметников. Отдельной секцией мы пригласили поработать молодых учителей, молодых педагогов Славянского района, которые работают в разных секциях по вопросам профессионального роста педагога, по вопросам работы с одарёнными детьми, по изучению новых технологий педагогических. Районный слёт молодых педагогов начался с работы секций. На базе лицея номер 4 таких секций было представлено 4. Главной темой стало привлечение в образовательный процесс инновационных технологий. Эта традиция у нас является уже ежегодной. Работаю второй год в управлении образованием, второй год сопровождаю секцию молодых специалистов в области психологии, помогаю определенному количеству людей раскрыть себя, отработать проблематику, с которой они пришли, немного снизить личностную тревожность, какую-либо ситуативную, потому что каждый приходящий в школу молодой специалист связывается с огромным количеством встречающих его проблем. Программа слёта была насыщенной, разнообразной и интересной. Молодые педагоги принимали участие в занимательном тренинге по работе с одарёнными детьми, посетили мастер-классы, обучающие семинары. У меня была секция по работе с одарёнными детьми. Мы увидели несколько проектов. И это очень здорово, когда молодые педагоги встречаются вместе и делятся своими впечатлениями, своим опытом. Мы много узнали для себя. То есть, как нам дальше работать, какие были плюсы и минусы в нашей работе. То есть, молодые специалисты для себя определённо выяснили какие-то направления, которые помогут нам в дальнейшей работе. Затем все педагоги собрались в актовом зале, чтобы подвести итоги прошедшей встречи, поделиться впечатлениями и внести свои предложения. На встречу пришёл начальник управления образования Виталий Титаренко. Он отметил, что самое важное и сложное для молодого учителя – это первый год работы в школе. Это время – важный экзамен. И именно от него зависит, как сложится профессиональная судьба начинающего учителя. Та форма слёта, которую мы выбрали сегодня, то есть мы пробуем, мы изменяем виды, формы, организацию. Она действительно полезна, и коллеги делятся некоторые моменты. Действительно, стоило потратить своё время, чтобы побывать на этом слёте. Может быть, этот слёт назван очень громко, но, по крайней мере, эта встреча, эти мастер-классы, они обозначились в рамках нашего мероприятия. Прошедшее мероприятие оказалось плодотворным. Как отметил Виталий Титаренко, педагог должен постоянно совершенствовать свои личностные качества. Ведь учитель – это не просто профессия, это образ жизни.